Понимаете о чем я говорю? Что в благостной среде женщина не пропадает в печали одиночества. Почему она пропадает в печали одиночества? Потому что она неправильно живет. Человек должен возвыситься до религиозных отношений. Он должен стать найти себе веру. Какую веру найти? Вашу веру. Вашу веру. Я спрашиваю, какую веру? Вашу веру. Надо ничего менять. Найдите свою веру. Если нет никакой веры, изучайте. Много всяких есть направлений. И там в этой среде теплые отношения, очень теплые. Там близкие люди. Но туда перешагнуть очень трудно, потому что надо всю жизнь поменять. И друзья, возможно, поменяются. Потому что эти друзья, они как с вами тужи. Типа вот так вот. Вы вместе, да? Но и не вместе одновременно. Вот в чем проблема. А духовно развитые люди, они друг другу помогают в трудную минуту. Не оставляют никого одного. Итак, видите, есть три степени тяжести судьбы. Бывает легкая степень тяжести. Люди просто не могут расписаться вместе. Живут гражданским браком. Надо приложить какие-то небольшие усилия, помолиться. Жизнь поменять чуть-чуть, перейти в лагустную среду. В ней уже стыдно не расписано ходить. В религиозной среде стыдно быть не расписано. Люди говорят, ты что, лучше это расписано. Смоё сошли, что ли? И не разу будут расписывать. А устало просто. А у нас, кстати, не так душно сегодня. Нормально так. Молодцы, хорошо организовали все. Воздуха хватает. Дальше движемся. Средняя степень тяжести, когда мы меняемся чуть-чуть полами. Чуть-чуть вот так вот. Я чуть-чуть мужчинка, он чуть-чуть женщинка. Вот. И постепенно меняемся в результате... Почему? Это смена, это не означает конституция. Типа я на всю жизнь такой останусь. Нет. Это греховность. Когда женщина греховная, у неё сердце холодеет, и она грубеет. Мужчина греховный, у него сердце становится слишком тёплым, он мягкокарактерным становится. Понимаете, да, систему? И это нормально. Это означает, что мы молимся, и всё меняется назад. Когда человек очищает своё сознание, женщина становится женщиной, мужчина становится мужчиной. Проблем никаких не будет. Третья степень тяжести — это несколько вариантов есть. Первый вариант — не могу выйти замуж. Второй вариант. Посложнее. Наверное, четвёртая степень тяжести уже. Это когда женщина просто даже не хочет замуж. Или ещё хуже, если у неё сильное чувство к своему полу. Не к противоположному, а к своему. Это уже очень запущенный случай судьбы. Это болезнь судьбы. То есть такие люди думают, ну что мне делать, Олег Геннадьевич? Мучиться или всё-таки жить нормально с тем, с кем могу? Выход такой — не мучиться и не жить с тем могу. На время отречься и молиться. Очистить своё существование и создать нормальную семью. Потому что когда человек в молитве живёт, он восстанавливает свой пол. Потому что смотрите механизм, какое разрушение пола. Сейчас объясню. Очень плохая карма, когда у женщины, то наступает такой момент, идёт два направления развития женщины. Один вариант, женщины с плохой кармой, они настолько грубеют, что с мужчинами им неинтересно сексом заниматься. Им хочется с нежным существом, с женщиной. То есть они настолько грубеют сердце, что им хочется с женщиной сексом заниматься. Второй вариант, женщины с плохой кармой, они настолько чувствительными становятся, что они не могут уже с мужчиной строить отношения. Мужчины очень грубые, им кажется, и они строят свои отношения с женщиной. У мужчин два варианта. Первый вариант, мужчина становится настолько жестоким, холодным, что ему хочется сексом заниматься с мужчиной. Потому что секс для него — это победа над человеком. Это не любовь, это победа, понимаете? А лучше мужчину лучше побеждать, даже чем женщину. Поэтому он побеждает мужчин в своём сексе. Понимаете, занимается однополым сексом. Второй вариант, мужчин, они очень сильно становятся женственными. И они хотят с мужчинами уже сексом заниматься, потому что они испытывают женские эмоции. Это признак тяжёлой кармы, это всё лечится с помощью работы над собой. У меня есть один знакомый парень, который за пять лет вышел из этого состояния и создал нормальную семью. Понятно, да? То есть тяжело, но возможно. Там, где больше бездуховности в обществе, больше появляется таких людей. И они создают свою философию, что все типа такие. И начинают в истории искать таких людей. У них целая историческая там библиотека, кто был гомосексуалистом, кто лесбиянкой там и так далее. И типа весь мир именно так должен жить, всё. И такие люди уже в некоторых странах, они создали свои законы. Так, в Швеции, допустим, есть несколько школ, там уже принят закон, что детей в школах надо считать не мальчиками и девочками, а дружками. И девочки могут ходить в брючках, а мальчики могут ходить в юбочках, как хотят. И они вообще, когда кто-то говорит, ты же девочка, почему ты ходишь в шортиках, это является оскорбительным очень. И такого ребёнка наказывают или вообще выгоняют из этой школы. И все книжки, на эту тему вот там написано, они читают, когда книжки и букварят. Там поговорили как раз о том, что девочки могут быть мальчиками, мальчики могут быть девочками, это и есть настоящая свобода и любовь. Понятно, да? Это уже бред сивой кобылы. К чему это может приводить? К чему это приводит? Это ступени деградации человечества. Деградация. То есть люди думают, что прогресс означает, что у нас увеличивается количество дистанционно управляющих стиральных машин на душу населения и всяких других механических предметов. Культура не означает, что у нас много достатка. Культура означает отношения в семье. Веды говорят, если вы хотите понять степень счастья людей, это не веды только говорят, у меня, я кандидат медицинской наук по общественному здоровью. Это наука, которая рассказывает, она объясняет, что такое счастье. Она говорит о степени человеческого счастья. Понимаете? Она говорит о уровнях жизни человека. Понимаете? Она говорит о таких вещах. И даже в общественном здоровье считается, что количество счастья в человеческой жизни определяется степенью сохранности семьи, отношения в семье. То есть вот эта ячейка общества указывает на количество счастья в обществе, а не количество доставка из стиральных машин на душу населения. Понимаете, да? Количество разводов на душу и браков хороших определяет количество счастья в обществе. Поэтому цивилизованный человек не означает, что он весь на понтах ходит, там, в швейцарских часах. Цивилизованный человек – это тот, который способен семью сохранить. Настоящая культура и цивилизация означают нравственная культура, а не экономическая культура. Пытаются это понять. Потому что человек даже в шалаше может с любимым человеком жить. Ему все хорошо. Да? Увезу вас дальний край, в шалаше мне с вами рай. Только жальтесь надо мной, станете вы моей женой. Итак, трудности также бывают следующего плана. Когда человек недослел, как мужчина, но он уже хочет секса и хочет жениться, то он находит себе женщину, которая сильнее психически, она с достатком работает и старше его по возрасту. То в таких семьях обязательно будет кризис. Какого плана? Мужчина постепенно дозревает. Если женщина не станет более женственной, чем раньше, то в результате он ее бросает неминуем. Почему? Потому что ему уже нужна жена, а не мамочка. Понятно, да? А если наоборот, мужчина слишком сильно старше женщины? А если наоборот, женщина старше и бросает мужа, который младше? Такое тоже бывает. Да, она уже устает от этих отношений, нянчится за ним, ей нужен муж, и она бросает. Такое тоже бывает. Но это не значит, что всегда, когда мужчина младше, а женщина старше, брак не сохраняется. Если так получилось, то ничего страшного, это нормальные отношения тоже. Женщина становится женственной, более женственной, мужчина более мужественной, все выравнивается. Где-то за 3-4-5 лет все может вырубиться. Такой критический предел, это 6-7 лет развиться. После этого уже тяжело вместе жить. Лучше не выходить замуж, если уже вышли, пытаются ограничить семью. Самый лучший вариант, если мужчина старше на 4-7-8 лет. Потому что женщины развиваются быстрее. Девушки, они взрослыми становятся уже 18 лет. А мужчина, хорошо, если к 30-ти взрослым станет, слава Богу. Потому что женщина, для женщины взрослость означает практичность мышления. Она видит мужчин уже всех одинаково. Взрослая женщина, она не ищет себе того, кто равен по возрасту. Она ищет мужчину себе, который бы мог взять за нее ответственность. Что значит взять ответственность? Мужчина берет на себя карму семьи и терпит ее груз. Настоящий мужчина. Если человек не сочтелел как мужчина, он не может терпеть эмоции женщины. Ее настроение. У них хватает сил. Ну такое, ну, что ты за мной так разговариваешь? Ну, значит, не соскелел. И обычно такие мужчины не женятся. Они ждут, тянут резинку. Сексом хотят женщины заниматься? Замуж не хотят брать. Это значит, что или надо с ним расстаться, или подождать, воспитывать его, чтобы он стал мужчиной. Понятно, да? То есть мужчина — это тот, кто сослел как мужчина. Иногда очень редко мужчина 20 годам уже становится мужчиной. В основном 25. Тоже редко. Чаще вот 30. Если не пьет. А если пьет, то, может быть, и к 40. Созреет когда-нибудь. Если не бросит. Если бросит. А если не бросит, то созреет в другую сторону. Станет синяком. Такий будет вид грибов. Грибов называется синяки. Знаете, где они растут? Под заборами. Возле пивнушек грибы такие растут. Грибочки такие. И лучше с этими грибочками не иметь дела. Хоть эти грибочки и вырастают по вине женщин. Потому что если женщина благословляет, разрешает в доме спиртному водиться, то она и грибочки человека делает этим грибочком. Синяшком. Синяшком. Потом. Понимаете? Все начинается с малого всегда. Так проблема пьянства. Это проблема, это болезнь разума. Мужчина, если пьет, он болен разумом. И лечение всегда только одно. Это увеличение духовной энергии в квартире. А также силы, которые побеждают пьянство. Например, у меня есть один соратник, друг Жданов Владимир Георгиевич. Он очень мощный лидер по борьбе с пьянством в нашей стране. Он возглавляет движение трезвости за трезвость по России. И у него такая сила, у этого человека, что все женщины, которые включают в видеолекции Жданова у себя в доме, просто для себя посмотри. А муж пьяница, он бросает пить неизбежно. Или не дает включать, или ломает телевизор. Вновь стоит. Ну то есть эта сила огромная. Этот человек настолько сильный. От него такая сила исходит, что мужики просто бросают пить. Вот я уже много случаев видел. Кого муж бросил благодаря вот этим лекциям пить? Видите, сила какая-то. Вам надо лекции скачивать, я не свободно скачу. В нашей лекции Жданов Владимир Георгиевич скачивать в интернет. И давать своим подружкам слушать дома постоянно. Это медленно происходит. Не за один раз поставил и бросил. Надо, чтобы постоянно крутился. Надо ему говорить, тебе нравится вот это смотреть. Вот. Дефективы. А мне нравится Жданова. Вот. Вот такие вот дела. Человек сам должен спасать свою судьбу. Есть много уже сидит людей, которые где-то два года слушают мои лекции. Слушают лекции моих соратников, которые хотят спасти вот Россию, сделать ее нравственной, счастливой. И они видят результаты. Семья возрождается, жизнь возрождается. Взгляды на жизнь меняются в лучшую сторону. Все становится лучше. Поднимите руку, у кого уже это произошло. Видите, сколько? Спасибо вам. Дорогие мои. Дорогие мои люди. Итак, движемся дальше. Я вкратце описываю, это такая знакомительная беседа. У меня есть целая серия лекций по семейной жизни, по 10-15. Последний раз семинар в Москве из 15 лекций по семейной жизни я читал. Там очень подробно все разбирается. Так я вкратце говорю, что когда возраст равный между мужчиной и женщиной, чего можно ждать? Или женщина старше, чем мужчина. Нужно немножко потерпеть потом в будущем. Потому что, смотрите, женщина взрослеет всегда быстрее, чем мужчина. Если мужчина старше лет на семь, то лет сорок пять они выравниваются по восприятию мира. Но их возраст становится одинаковым. Если разница в 14 лет, допустим, в 12-14 лет, то они выравниваются к 60 годам. Допустим, у 60 ей там 40 с чем-то. Уже примерно одинаковое восприятие мира. А если женщина одинакового возраста, то где-то к 45 годам женщина становится старше, а мужчина младше по восприятию мира. И вот в это время он может бросить на Тиссе молодуху. Для того, чтобы этого не было, к этому времени семья должна уже духовной практикой заниматься. В ней уже должна быть совесть. Если в семье нет совести, то не на что рассчитывать. Потому что молодые девушки все равно сильнее взрослых по возможности соблазнять. Поэтому седина в голову, без вибро, говорят. У мужчины вторая волна начинается. То есть вторая волна означает, что ему крутят мозги девушки, ему хочется еще сексом позаниматься. Еще понаслаждаться молодостью женской. А девушкам же все равно, старый или молодой. Главное, чтобы хороший человек был. Два кирпича, да, лежат на крыше. Один говорит, ну что, полетели. Нет, а что? Да мне вот, как бы, не важно куда лететь, лишь бы человек был хороший. Так и женщина тоже, которую тащит мужика из семьи. Лишь бы человек был хороший, да? Кирпичом в башке, бац, и все, и понесла. Потом сама же от этого и мучается. На чужих костях счастья не построят. Все запишите. На чужих костях счастья не построишь. Разрушив чужую семью. А некоторые говорят, а у них и так отношений не было. Не было отношений, Олег Геннадьевич, вот мы и это с ним сошлись. Потому что плохо, как бы, мы помогли им, вот помогли им расстаться, потому что не было отношений. Это как в анекдоте, да? Мужик лежит на операционном столе, раз, привезли. А что привезли? Все равно мучился. Ну что, не мучился человек, да? Человек, они везут ногами вперед, да? Он говорит, а что, я же еще живой, а мы тебя еще не довезли. Да, так и здесь тоже. Ну, помогла просто им. Плохо им было, а она лучше теперь вместе. Это иллюзия. Смотрите, система, как происходит наказание. Бог не мякишка, наказывает сложнее, чем мы думаем. Смотрите, женщина, для женщины семья важнее, чем мужчина. Для мужчины, почему? Потому что это основная жизнь для мужчины. А для женщины, для мужчины семья – это отдых. Женщина где отдыхает? Дома? Дома отдыхает женщина? Вы отдыхаете? На работе. На работе. Домой приходит, что она делает? Работает. Работает. А мужчина где отдыхает? Дома. Дома он отдыхает. Мужчина приходит домой, раз, его расслабило. Рубанула, раз, на диван. Все. То есть мужчина, для мужчины дом, семья – это отдых. А для женщины труд. Это ее жизнь. Поэтому и женщине труднее выйти замуж. И женщине Бог дал также желание жить в семье любой ценой. Дал эту силу верности женщине. Женская сила. Если женщина замуж вышла и сам поначалу думает, я бы могла найти себе и получше. Все, значит, будет гулять. Печать на луку он поставил. Потому что от настроения женского на тонком плане измена происходит. Если она его держит плотно себя верностью, значит, у него шансов нет. Если не держит, она и не боится и унижается. Перед ним боится, он такой богатенький, блин, а вдруг бросит. Пусть лучше гуляй. Боится. Жадность Фрая разгубила. Значит, он будет наглеть. Если она просто я бы себе и получше могла найти. Мужчина к чему приковывается? Почему мужчина и женщина живут вместе? Потому что он видит в ее глазах вот эту верность. Когда он видит верность в ее глазах, то он предмогничен ей. Он не может оторваться. Это огромная сила. Это сила влияния на мужчину. Самая большая. Мужчина только покупает только верность женщине. Больше ничего. Не красота. Какая она бы там худенькая. Ноги хоть за 2 километра. Имеет значение. Если она верная, то тогда он не может ничего с собой сделать. Она покупает его полностью. Эту верность женщине. С силой верности покупает мужчине. Он становится безоружным. Он видит молодых девушек. Хочется тоже всегда. Всем мужчинам хочется наслаждаться девушками. Природа такая. Молодыми. Но он вспоминает свою жену верную. И думает. Нет, я выбираю жену. И всегда выбирают. Он выбирает жену. Жена сильнее. Потому что сила верности сильнее силы красоты женской. И даже если он познакомился с какой-то девушкой, все равно он увидит, когда жену его сразу отрезвило. Потому что она очень верная. У нее сила верности есть. Это означает, она никогда не сомневалась в том, что мы должны быть вместе навсегда. Навсегда! Понятно, да, система? Петь, почему женщина изменяет? Ну, потому что вот я дал обещание, что-то не выполнил. Потом опять дал, что-то опять не выполнил. Работу не могу устроиться. Не могу себе нормальную работу найти. Везде что-то меня не устраивает. Вот. Мы с друзьями пьем пиво, запиваем, Кося. Понимаете? Ну, такой я, такой вот. Нормальный мужик. Понимаете? Тяжело очень сказать слово и выполнить. Очень тяжело. Ну, сказал немножко, нарушил слово, ничего страшного. Понятно, да? То есть, когда мужчина ни рыба, ни мясо, нет устойчивости, то женщина терпит, 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 терпит. И убедила на работе с устойчивостью. Она, когда такого видит, вот у нее вот такой вот слезняк, и она, когда видит, такого нормального мужика у нее. ее просто столбенеет от этого. Бери, неси и ложи. Все. Некоторые так и делают. Но он, друзья, не виноват, он меня отнес. Вот, то есть, идея в чем заключается? В том, что бросила тебя жена, ну, подумай, что ты за мужик. Ну, то есть, бывает, бросают у нормальных людей. Означает дура. Вот женщины очень легкомысленные. Бросают хороших мужчин. Потому что хорошие мужчины, они немножко ведут себя, может, не так, как вот такие. Бывают же такие самцы, да? Мне вот такого надо. Ну, хорошо, бери, иди, беги за ним. Обезьянье жизни с ним поживешь, то он тебя тоже бросит. То есть, смотрите, система такая, что если близкий человек бросает, значит, есть причина всегда. Надо ее найти и исправлять. Вот и все. Теперь, если у вас половые расстройства серьезные, вас за этого бросают, не беспокойтесь ни о чем. Если у вас половые расстройства, значит, у вас много духовной силы, много духовной энергии. Семьи бывают духовно развитые или материально развитые. Бывают люди сексом держатся, а бывают духовными связями. Вот некоторые считают, что нет половой силы, значит, никогда ты не сможешь быть счастливым в семье. Это бред полный. Людей держит не секс, как некоторые думают. Людей держит любовь. Секс — это помогает, иногда иногда не помогает. Необязательная вещь в семейной жизни. Я революционную вещь сказал, да? Телевидение, сейчас радио, интернет, всё говорит о другом. Но я вам сказал правду. Потому что секс — это просто развлечение в семье. А жизнь — это другое. Это отношение сердец, понимаете? Никогда близкие люди не променяют вот этот секс на близкие отношения, не променяют на секс. Вот это вот такой-то там призрачный. Поэтому ничем не беспокойтесь. Даже если у вас нет трудностей какие-то в сексе, ничего страшного, это нормально, это не проблема. Такие вещи, кстати, можно лечить. Также это может быть просто болезнью. То же самое, как бесплодие. Бесплодие — это всегда болезнь. Если органы все на месте, зачинать не получается, не надо, как дураки, там, пробовать по пять лет. Три года не получилось, значит, есть бесплодие. Надо лечиться. Как лечиться? Простые способы рассказываю. Первый простой способ. Надо понять, что женщина может вынашивать и зачинать ребёнка только, когда она близка к природе. Поэтому надо больше гулять на свежем воздухе женщине, больше солнца, больше воды, больше земли. По факту две энергии — земли и воды — улучшают гормональные функции женщины. Поэтому в древней культуре даже были такие методы, что в речной песок женщину зарывали на несколько часов. Там, где вода и земля соединяются, речной песок влажный, ее взрывали, и она на солнышке там сидела. Как помните белое солнце пустыне? Саид, почему всегда мокрые стреляют? Саид, почему всегда мокрые стреляют? Просто контакт энергии воды и земли. Сразу гормональные функции улучшаются. Дальше. Пост на сырых овощах улучшает, может бесплодие вылечить. Следующее. Воздержание какое-то время. Некоторые истощаются просто излишним сексом, истощаются, и зачатие невозможно уже. Дальше. Не используйте гормональные зачаточные, противозачаточные средства. Это бред, безумие просто это делать. Вы точно разрушитесь в себе, сделаете себя бесплодным. Гормональные противозачаточные, это яд для зачатия детей. Дальше. Не надо курить женщинам. Курение 100% разрушает возможность зачинать детей. Или делать их уродами. Это неизвестная информация, потому что есть табачные компании, которые тщательно скрывают эти факты. Но все нормальные врачи знают, что женщина курит, она или будет бесплодной, или родит какого-нибудь человека, ребеночка, с которым будет мучиться всю жизнь. Понятно, да, система? Дальше. Бесплодие. Если какие-то что-то растет, матки там во внутренних органах, что-то расти на чего-то, полипы всякие там, миомы, не надо сразу вырезать. Вот у нас есть лечение корой ветками деревьев, она у многих рассосала миомы, там рассасывают миомы небольшие особенно. А эндометриоз, так у многих рассасывают. Полипы у многих рассасывают. Ну, это у нас под Краснодаром есть лечение, но не только у нас, можно травами это вылечить. Пробуйте сначала народными средствами вылечить. А потом уже, как бы, смотрите, если нет возможности, то такая обычная медицина тоже хорошо. Все хорошо для сохранения здоровья. Вот, эко, это самый крайний случай, когда уже все давно-давно попробовали, понимаете? То есть берут шприцом яйцеклетку и пытаются в матку ее посадить. И там спирматозоиды, искусственное благотворение происходит. Очень редко. Это все просто басни, что очень часто. Очень редко. Я знаю людей, которые этим занимаются. В основном это не получается. Потому что, если женщина не может сама зачать, есть причины. Не обязательно, что яйцеклетка не благотворится. Может, матки неправильно, там, среда. Или спирматозоиды слабые. У мужчин, чтобы зачатие произошло, и попроще. Надо спортом заняться, начать там физические упражнения, штанга там. Дальше. Нужно перестать есть острое на ночь, разрушая спирматозоиды, острая пища. Или вообще острое стараться, поменьше есть. Надо пить золотой корень, женьшень. Два вот этих вот напитка улучшают силу половой мужчины. Надо поменьше кобелиться. Поменьше вообще сексом заниматься, ограничивать это. Потому что мужчина теряет семя, сила семени сокращает, слабеет. Вот. Больше свежего воздуха, закаливания, очищения организма. Можно голоданием заниматься, голодание тоже. Но самое главное, надо знать, что выполнение своих обязанностей, увеличение ответственности у мужчинок психики, увеличивать силу спирматозоидов. Ответственный мужчина, значит, плодоспособный мужчина. Безответственный, значит, иногда тоже плодоспособный. Ну, бывает и наоборот. Сколько времени у нас? Девять. Девять. А у нас до девяти лет сюда? До десяти. До десяти. В семь начала, да? Да. Мы просто начали раньше. А? Начали намного раньше. Да? Ну, нормально, нормально, отлично. Еще час у нас, да? Все же довольны, правильно? Спасибо. Давайте двигаемся дальше. Я очень вам благодарен. Я сегодня буду засыпать и вспоминать ваши глаза. Я вас всех, люди, обожаю. Спасибо вам, что вы на лекции здесь. И я очень вам признателен за вашу любовь. Я хочу еще немного поговорить об одной важной теме. Это обязанности мужчины и женщины. В современном обществе считают, больше говорят о... Не об обязанностях, а о правах. Говорить о правах бессмысленно, потому что любовь сама поддерживает права. Допустим, женщина говорит, дайте мне право на нежные отношения. Ты люби близкого человека, у тебя будут нежные отношения. Это право приходит в результате правильной жизни. Не надо отсконтировать. Женщинам даешь уважение, там, нежные отношения. Даешь семью женщине. Не надо. То есть, женщина ведет себя, правильная семья получается. Неправильно живет, не будет в семье. Значит, смотрите, очень важно знать обязанности женщины, обязанности мужчины, потому что в основном люди не понимают этого. У нас есть внутри система определенная. Женщине хочется того, чего она сама должна делать, мужчине хочется того, чего он сам должен делать. Внимательно слушайте меня. Женщине хочется, чтобы мужчина был нежным. Что это значит? Это значит, что она должна быть деликатной в отношениях с ним. Она не должна его оскорблять. Ну, то есть, ты такой зикой, ты у меня там, не такой. Женщина очень много видит недостатков к мужчине. Когда она это все выказывает, мужчина стервенеет, он перестает быть нежным. Потому что нежность женщины и нежность мужчины и деликатность женщины это одно и то же. Когда женщина деликатна в отношениях с мужем, мужчина становится нежным в отношениях с мужем. Женщине хочется указывать на недостатки. Мужчине хочется быть грубым. Это одно и то же. Понятная система? Если вы не хотите, чтобы мужчина злился, не обижайтесь. Надо учиться прощать. Женщина прощает, мужчина не злится. Но униженность и прощение это разные вещи. Когда женщина прощает, она имеет чувство собственного достоинства. Как выглядит женщина, которая прощает? Она неподавленная. Прощает не означает неподавленная. Она статная, вот как вы, достатная такая, крепкая такая. Ну, она, женщина, которая прощает, она не зачуханная. Я ему все время прощаю, прощала, а он меня бросил. Ты не прощала, ты унижалась. Прощала означает простила, но не потеряла себя. Это с помощью святости возможно. Молишься святому человеку. Появляется сила, чистота в сердце, радость. Раз, простила. Но когда женщина простила, он унизил, допустим, он раз поел, швырнул там, недосолила и пошел. Надо простить. Простила. Но очень по-доброму держимся на расстоянии. Что значит на расстоянии? Близкие отношения уменьшаются. Есть два понятия. Близкие отношения. Второе понятие чувство долга. Никогда не надо уменьшать выполнение своих обязанностей в семье. То есть надо с любовью готовить, стирать, убирать. Если мужчина наклеит близкие отношения, до свидания. Но при этом не надо на это указывать. Надо всегда восхождать разум близкого человека. Допустим, он говорит, мы сегодня с тобой ляжем вместе. Или, допустим, у нас сегодня будет что-нибудь вечером? Нет, ничего не будет. И почему нет? Ну, не знаю. Сложно сказать, почему нет. Пускай соображает сам. Если мужчина догапливает, то дня через три догадается, что что-то не то. И начнет устанавливать отношения, извиняться, пытаться выяснить ситуацию. Если не догадывает, то через две недели. Разницы нет, надо все равно держать дистанцию. Понимаете, если женщина не умеет держать дистанцию, она всегда вот такая, вот что хочешь со мной, то и делай. Это значит, что она теряет семью просто. Если женщина не может чувство собственного достоинства вести себя с мужчиной, она теряет семью. Чувство собственного достоинства не означает капризничать. Это означает следить за чистотой отношений. Если мужчина, допустим, ведет себя грубо, надо чуть-чуть дистанцироваться, не близкие отношения с ним не строит. Три стадии отношения мужчины к этой ситуации. Первая стадия грубость еще больше. Это еще то, наверное, не разговариваешь, не реагировать, не злиться, не ругаться, не обижаться, обиделась, раскаиваться, просить прощение и опять продолжать дистанцию. Это для чего нужно? Не для того, чтобы отомстить, как некоторые делают, а для того, чтобы он понял, что так не надо. Это воспитание. Любовь состоит из двух вещей. Одна вещь вложения сил в человека, другая воспитание. Это две важные вещи семьи. Нет воспитания, человек нагреет. Нет служения, человек разочаровывается. Понимаете, да? Это две проявления любви, воспитания и служения. Есть женщины очень грубые и подавляют мужчину, и мужчина становится длиннее. Есть женщины очень, наоборот, слабовольные. Они делают его наглым мужчиной или холодным. Это результат неправильного поведения. Обязанностью женщины является вести себя правильно, сохранять чувство собственного достоинства, формируется в результате отношений со святостью. Человек как цветок раскрывается. У женщины есть чувство собственного достоинства, у мужчины есть. Оно разное. Но оно и то, и другое помогает отношениям с семьей. Женщина должна знать себе цену, и мужчина должен знать себе цену. И то, и другое хорошо, а не плохо. Допустим, первая стадия мужчина сначала злится, да? Чуть-чуть вот близкие отношения чуть-чуть обдалило. Вторая стадия подлизывается, не реагирует. третья стадия проявляется в виде открытия сердца. Сейчас объясню, как это происходит. Что с тобой стряслось вдруг опять? Быть может, я в чем виноват? виноват? Нет. Продолжение следует...